В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором вторника вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня. Засада в зимнем лесу. Под Рязанью студенты попали под обстрел. Конец удаленки. Николай Любимов возвращает детей в школы. Розовый пояс Венеры. В рязанском небе сомкнулось кольцо Зарева. В самую настоящую засаду на колонну бронетехники попали сегодня студенты двух московских вузов. Так по боевому под Рязанью завершились военные сборы «Зима» в спецназе. Попасть сюда могут только студенты военных кафедр, чтобы на практике получить те знания, которые обычно вуз вряд ли даст. Валерий Седов с места событий. Кононада выстрелов заполняет тир. Огонь ведут сразу из трех видов оружия. Автомат Калашникова, пулемет и снайперская винтовка. При этом через перекрестие прицела на мишени смотрят исключительно девушки. Работа эта очень тонкая. Стреляли дважды. В первый раз призналась Марина Свободина. По марке были. Но после собралась и опустошила магазин на твердую пятерку. Марина Свободина на военных сборах «Зима» в спецназе уже второй раз. Как и все здесь, она студентка военной кафедры Московского института. Первый опыт участия в сборах ей понравился. Вот и вызвалась продолжить. Не ошиблась. Малость о новых навыках. Особенно работая с техникой, оружием. Но каких не было. В прошлый раз все на высшем уровне. Особенно поработали, так сказать, на профессиональных площадках, на профессиональной территории. Поучились из первых уст навыкам. Настоящее оружие, боевые патроны. Эти сборы «Зимы» в спецназе участники запомнят надолго. Кроме стрелковой подготовки, ребята обучали еще и рукопашному бою. Свои навыки студенты демонстрировали на отчетном занятии. Стрельба отлично, рукопашный бой тоже. Однако это еще не все. Главное испытание еще впереди. Через считанные минуты по этой самой дороге пройдет колонна вражеской бронетехники. Это один из этапов обучения. А здесь студентам предстоит показать, чему они на самом деле научились за эти две недели и проявить эти навыки в постановочном бою. За развитием событий внимательно наблюдает инструктор. Его лицо скрыто балаклавой, фамилия неизвестна. В общем, именно так сегодня выглядят профи. До этого обучал только десантников, но в работе со студентами суровый наставник нашел много положительного. Результаты их меня более чем удовлетворили. Очень качественно получилось организовать взаимодействие между нашими студентами. Очень много постарался в них вложить и в надежде, что летом или когда у них будет очередной проект, они приедут. Мы доработаем это до идеала и студенты покажут еще более лучший результат. Все занятия у студентов проходят на базе Рязанского училища ВДВ. Техника тоже местная, поэтому занятия куда нагляднее и зрелищнее. Ориентирование на местности, ведение разведки, оказание первой помощи и многое другое. Всему этому ребят обучают преподавателей РВВ ДКУ. Чтобы ребят из военных кафедр видели армию не только в кино, но прочувствовали ее на себе. А некоторые, как и новоиспеченный снайпер Марина Свободина, вернулись сюда снова или посвятили свою жизнь армейскому делу. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На следующей неделе в Рязанской области будет плюсовая температура. Поэтому все внимание коммунальной службы и управляющей компании должны сосредоточить на уборке наледи и сосулек с крыши и карнизов. Там, где необходимо, нужно провести срочный ремонт кровель. Об этом сегодня на правительстве заявил губернатор Николай Любимов. По словам, количество жалоб на текущие крыши в соцсетях все больше. Кроме этого, губернатор обозначил сроки выхода школьников из удаленки. Когда именно, расскажем далее. Этого заявления от Николая Любимова ждала практически вся родительская Рязань. Период дистанционного обучения школьников пятых-восьмых классов подходит к концу. Поскольку Роспотребнадзор не против, можно говорить и о конкретных датах. С начала следующей недели наши школьники и учителя должны снова вернуться в классы и приступить к привычному графику занятий. При этом необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических мер. Это и входной фильтр, и термометрия, проветривание, дезинфекция помещений, использование антисептиков. Важно понимать, что вирус никуда не делся. Все требования Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции необходимо строго и неукоснительно соблюдать. Отдельная тема обсуждения – работа чиновников в Кораблинском районе. После визита губернатора и обращения к нему местных граждан, к главе местной администрации на стол легла черная папка с сигналами. И знаете, как-то чудесным образом она сработала. Там как-то быстро все завертелось, и вдруг появились деньги, например, на 30 новых мусорных контейнеров или на замену ламп уличного освещения. К сожалению, действительно есть еще участки автомобильных дорог и улиц без освещения. Обсудили данную проблему с депутатами городского поселения и приняли решение о выделении из бюджета городского поселения 2 миллионов рублей на модернизацию освещения в Кораблинском городском поселении. До 1 марта будет подготовлена аукционная документация на замену пока 200 фонарей освещения на светодиодные и замены линии уличного освещения на СИП. Теперь у вас будет стимул видеть такой вот папки по каждому муниципальному району. Перед поездками к вам, коллеги, будет проводиться тщательный мониторинг обращений местных жителей. Если вы вдруг не знаете о проблемах у себя на местах, мы вам о них расскажем. Ручное управление районами, конечно, для губернатора не самый правильный подход. Обычно его применяют в самых экстренных случаях, но, видимо, Кораблинский район это именно такой случай. Слишком много накопилось жалоб от местных жителей. Получился, как сказал Николай Любимов, удар по репутации власти. А это в нынешних реалиях просто недопустимо. Максим Васильев, телекомпания «Город». Начиная с 21 февраля, данные о положительном результате при наличии антител COVID-19 будут отображаться в медицинском сертификате на портале госуслуг. Таким образом, QR-код на госуслугах смогут получить и те россияне, которые переболели COVID-19, не обращаясь к врачу и не сдавая ПЦР-тест. Узнайте, есть ли у вас антитела и при их наличии получить заветный QR-код можно в семейной клинике. Анализ крови на наличие антител можно сдать в клинике уже сейчас, а с 21 февраля на госуслуге при положительном результате загрузится сертификат переболевшего с QR-кодом. С 21 числа всю эту ковидную историю вступили поправки. Теперь вы можете сдать кровь на антитела и получить сертификат переболевшего. А также этот сертификат поможет вам получить QR-код, потому что, как известно, сейчас большинство заведений закрыты для посещения, но вот этот QR-код даст вам возможность посещать магазины, рестораны, фитнес-клубы и все остальные заведения, которые работают по QR-кодам. Титр антител при этом указан в сертификате не будет, а это означает, что даже при маленьком показателе вы получите документ. Срок действия – полгода. Как разъясняет Министерство здравоохранения, почему сокращено до 6 месяцев? По одной простой причине. Сдавая кровь на антитела, мы получаем, что результат положительный, но это не дает нам понять, когда человек переболел. И для того, чтобы все-таки была ревакцинация или вакцинация, сделали срок ограниченный – 6 месяцев. Этой новости ждали многие. Не все болеющие обращаются в поликлинику. Кто-то сдает тест ПЦР слишком поздно и даже при наличии характерных симптомов ковид получает отрицательный мазок. Для таких пациентов сертификат на основании анализа на антитела – настоящий выход. Чаще всего сталкиваются с чем пациенты. Они переболели, они знают, что переболели, были характерные симптомы. Но по тем или иным обстоятельствам они не обращались в клинику, не сдавали мазок. Это дает возможность именно такой категории граждан получить данный сертификат. Чтобы сдать анализ, нужно просто прийти в клинику. В стенах семейной вы не встретите очередей невнимательного или поверхностного отношения. Все организовано так, чтобы каждый обратившийся получил необходимую ему помощь в полном объеме и в комфортных условиях. Почему клиника семейная? Потому что мы лечим как и маленьких пациентов, так и взрослых пациентов. У нас профессиональная команда врачей. Мы действительно пытаемся идти в ногу со временем. Сейчас очень активно мы развиваем направление флебологии, а именно лазерной флебологии. Когда пациент, обратившись в сварикозную болезнь, может быть прооперирован через пару дней и на следующий день уже приступит к своей обычной работе, не теряя трудоспособность. Масштаб клиники впечатляет. 1800 квадратных метров специалисты различных профилей. Ежедневно, в будни, в выходные может проводиться более 300 приемов. В клинике есть все, что на сегодняшний день может предложить современная наука, в том числе и касательно COVID-19. 2022 год президентом объявлен Годом культурного наследия. В Рязанской области он стартовал первым этнофестивалем «Культурный код Рязанской губернии». Умельцы представили сразу три самобытных коллекции народных костюмов. Праздничная программа открытия Года культурного наследия стартовала с этнического спектакля «Красный угол». В Скопинске одноименный театр чтит народные традиции. В его гардеробе уникальная коллекция старинных костюмов. Именно в них артисты дефилировали на сцене. Фестиваль собрал друзей из соседних районов. В гости приехали этнографы Ерлинского парка Дендрария усадьбы Сергея Худякова из Кораблинского района. Художники по костюмам старались вовсю. Каждый костюм подбирали щепетильно, с вниманием к деталям. То, что вы увидели на сцене, увидев наш номер, это труд, многочисленный труд. Мы полгода работали над пошивом. Во-первых, мы искали мастеров. Мы подбирали костюмы именно Скопинской губернии. Потому что, как вы уже услышали, что Ерлина входила в состав Скопинского уезда. Поэтому костюмы подбирались как раз под этот лап. Ну и дворянские. Дворянские они были везде одинаковые. И эта красота сегодня была у вас в Скопине на сцене. А вот Рязанская библиотека имени Сергея Есенина продемонстрировала женские наряды старинной Рязанской губернии. Костюмы были стилизованы под каждый уезд. Ведь в каждом населенном пункте был свой собственный колорит, который теперь должен стать лейтмотивом всего года культуры. В прошедшие выходные в небе над Рязанью наиболее внимательные могли наблюдать пояс Венеры. Некоторым удалось даже заснять это интересное оптическое явление. Снимки разлетелись по соцсетям. А мы решили узнать чуть больше о том, что скрывается за красивым названием. Марина Романюк продолжит. Во время безоблачных сумерек до восхода или после заката Солнца небо над горизонтом с противоположной стороны от Солнца розовое. В поясе Венеры атмосфера рассеивает цвет заходящего или восходящего Солнца, который выглядит более красным. Поэтому получается розовый цвет, а не синий. Эта полоса лучше всего видна в направлении противоположным Солнцу. Пояс Венеры можно наблюдать в любом месте с чистым у горизонта небом. Это разновидность гала. С противоположной стороны от Солнца, если сейчас Солнце заходит на юго-западе, значит на северо-востоке будет такая область, которая освещается Солнцем. И это освещение красного цвета. И оно в виде кольца. Пояс Венеры атмосферное оптическое явление, названное в честь пояса Афродиты из античной мифологии. Если повезет, можно увидеть не просто полосу. В северных районах вот это кольцо, оно смыкается. То есть заря, заревое кольцо на севере, там где Солнце, и на юге с противоположной стороны, оно смыкается. Но там, где находится Солнце, оно шире и ярче. А с противоположной стороны послабее. Получается такое кольцо, и как бы это вот, когда восходит Солнце, это как такой, ну, камень красного цвета в кольце, понимаете. Это очень красивое явление. Вообще световые галлы, в том числе и пояс Венеры, явление нередкое. Александр Васильевич всеобщий восторг и ажиотаж вокруг снимков связывает скорее с тем, что современные люди редко смотрят вокруг. И потому многого не замечают. Но есть и явления, которые требуют особой преданности наблюдателя. Красивые галлы бывают и около Солнца. Самое замечательное, это когда в виде креста галлы с кольцом и по крайней мере, ну, хотя бы тремя радужными свечениями. Это слева-справа и над Солнцем. Ну, под Солнцем редкое явление, когда четыре таких свечения в виде креста возникает. Но, во всяком случае, на рисунках художников Средневековья, если мы возьмем, такие штуки встречаются. Действительно, внимательным зрителям окружающий мир дарит немало удивительного. В начале февраля в ночь с 4 на 5 в Рязанской области наблюдали даже северное сияние. В группе RZN Astra Астрономия Рязань ВКонтакте появилось видео-явление. Это для наших широт большая редкость, чем пояс Венеры. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Партнер программы «День города» и «Край рыбы Камчатская». Только свежие деликатесы у торгового центра «Премьер». Рязань встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 14 по 20 февраля ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова